Здравствуйте! В городе увеличилось количество простудных заболеваний, регистрируется много случаев гриппа. Мы сегодня находимся в СЭС и я прошу рассказать об эпид-обстановке в городе зав. эпид-отделом ГУНКО Людмилу Константиновну. Уважаемые товарищи, рост заболеваемости гриппом и ОРЗ отмечается в этом году с 25 февраля по 3 марта. Заболеваемость ОРЗ и гриппом стала на уровне контрольных цифр. Если в предыдущие годы у нас заболеваемость гриппом не регистрировалась в этот период времени, то в этом году четвертая часть заболеваемости ОРЗ составляет у нас грипп. Последняя неделя, 10-я неделя, которая сейчас идет, заболеваемость гриппа выросла на 50%. По сравнению с контрольными уровнями заболеваемость увеличилась на 88%. По сравнению с недельным приростом заболеваемость выросла в 4,5 раза. Болеют в основном дети. От 69 до 83% болеют дети. Поступает инфекционный стационар. Дети с осложнением бронхит, ларингит, трахеит. Клиника данного заболевания двухволновая. То есть заболевание в течение 4-5 дней протекает с высоким повышением температуры до 38-39 градусов. Спустя 1-2 дня нормализуется температура, затем снова наступает подъем температуры. Учитывая данную заболеваемость, санитарная служба подготовила постановление президента постсовета, которое от 5 марта утвердили наши мероприятия. Глобальными мероприятиями является это следующее. Выделение дополнительного транспорта, ЦГБ не менее 4 машин ежедневно, выдача больничного листа предварительно сроком не менее на 5 дней, разобщение школьников с 5 марта на 10 дней, затем введение масочного режима в стационарных отделениях, запрещение свиданий с больными. Вот такие в основном глобальные вопросы, которые мы держим в данный момент на контроле. Необходимо отметить, что наша аптечная сеть очень плохо снабжена противогриппозными средствами. Поэтому медики рекомендуют следующее профилактическое мероприятие. Это прием дипазола в течение 10 дней взрослым по одной таблетке, детям свыше 3 лет по полтаблетки за 2 часа до еды или спустя 2 часа после приема пищи. Проведение точечного массажа, который вы можете освоить в любом лечебно-профилактическом учреждении и смазывание носовых ходов пеной хозяйственного мыла при выходе на улицу. Людмила Константина, разобщение школьников приводит к снижению заболеваемости. Если заболеваемость не будет спадать и дальше, предусматривается ли дальнейшее продление каникулы школьников? Если заболеваемость дальше не будет спадать, мы, наверное, пойдем так, как Якутск. Якутск два раза проводил разобщение школьников. Первый раз они провели на 7 дней, эффекта не дало им. Поэтому они вторично провели разобщение сроком не менее 10 дней. Поэтому я думаю, что мы, разобщив школьников на 10 дней, мы все-таки должны достигнуть желаемого результата. Мы в кабинете инфекциониста городской центральной больницы Ашмарин Людмилы Ивановны. Людмила Ивановна, пожалуйста, основные моменты по гриппу для наших телезрителей. Я хочу коротко рассказать о клинике, как протекает же все-таки грипп. Заполевание начинается остро, с температуры до 38 и выше, лихорадка, озноб, мышечные боли, суставные боли, резкие боли в глазах, головная боль, слезотечение, заложенность носа. Обычно больные эти, как правило, лежат, разбитость у них отмечается. Ну и что касается клиники, то это основные моменты. Что же касается профилактики, что должен знать больной о профилактике гриппа. Во-первых, это влажная уборка дома, проветривание, кварцевание, если есть в домашних условиях кварц. Из медикаментозных препаратов наша аптека, конечно, небогата, но я хочу сказать, что имеется в аптеках ремонтодин, который можно применять с целью профилактики. Оксалиновая мазь, это закладывание мази в нос. Также необходимо, значит, принимать это из домашних средств. Это фитотерапия, то есть прием лука, чеснока в пищу, употребление с едой. Необходимо также повысить иммунные силы организма, то есть прием маленьких биопрепаратов. Это у нас имеется здесь золотой корень в виде отваров или спиртовых настоек. Также имеется элеутерококк, можно применять от 10 до чайной ложечки за один прием. Элеутерококк и настойки золотого корня. Также можно применять настойку женщины, как иммунный биостимулятор, такой, чтобы защитить организм от гриппа. Также имеются у нас препараты, которые типа препараты витаминотерапии, то есть прием в достаточном количестве витаминов, чтобы организм мог бороться с такой инфекцией, как грипп. Ну и я хочу напомнить, что если дома больной гриппом, то необходимо его желательно изолировать в отдельную комнату и вызвать врача на дом. Если у больного продолжается подъем температуры в течение 2-3 дней, то необходим повторный вызов врача на дом и дальнейшая, возможно, госпитализация больного, так как грипп опасен своими осложнениями. Такие осложнения, как пневмония, аатиты, эменингоэнцефалиты и другие грозные осложнения. Так не забывайте, что такое грипп. Спасибо. И отдельно я хочу обратиться к тем, кто планирует увеличение семьи. Перенесение простудного заболевания или гриппа в первые 3 месяца беременности очень клоченно сказывается на развитии плода. Поэтому в период повышенной заболеваемости беременность нежелательна. Продолжение следует...